Что мне больше всего нравится в Мексике, так это то... Сейчас, секунду, извините. Всем привет! Ребята, я сейчас нахожусь в Мексике, снимаю для вас новый выпуск. Ну а вы прямо сейчас посмотрите долгожданную Исландию. Исландия была снята еще в 2019 году, до всего этого карантина. То есть тогда еще и никто не подозревал о том, что может быть. И как никогда она, кстати, выходит сейчас. Это глоток свежего воздуха. Ни одной маски, ни одного предупреждения. В общем, сами все увидите. Но, хочу сказать, что это в корне отличается от Нью-Йорка, который вы посмотрели. Это другой формат. Он называется Пошли Бедняково. Что такое Пошли Бедняково, расскажу для тех, кто не знает. Это полностью интерактивный проект, где вы в моем инстаграм голосовали, куда меня отправлять. Вы меня отправили в Исландию. И все места, которые я покажу в выпуске, тоже с помощью голосования выбирали вы. В общем, ребятам много рассказываю. Приятного просмотра. Исландия, вот. Всем привет, друзья. Меня зовут Андрей Бедняков. Так сложилось, что в предыдущих выпусках я проигрывал спор и не угадывал, куда вы меня пошлете. Получал по лицу. Но в этот раз я в Исландии, и я несказанно этому рад. А вот Лешка... Неа. Леша не рад, что в Исландии. Он думал, что победит страна Басков. Половина думает, что это певец, как бы они за это голосовали. Ну что, вперед по Исландии. Давай, Алексей, вперед, вперед, пошли. Друзья, но есть более удобный способ путешествовать, чем залезть на шею двухметрового бородатого мужика. Дешевые билеты на авиасейлз. Авиасейлз. Поиск дешевых авиабилетов. Исландия. Несмотря на свое не столь отдаленное и вполне европейское расположение, страна овеяна каким-то неповторимым флером загадочности. Кругом отвесные скалы, поросшие мхом. Мощные водопады с непроизносимыми названиями. И нескончаемые поля, где пасутся одинокие овцы. И больше никого. А исландцы кажутся особенным народом, который забрался подальше от этой вашей цивилизации, чтоб никто им не мешал жить по их правилам. И только изредка напоминают о себе миру с помощью бьорк или сборной по футболу. Рекьявик. То это выглядит вот так. Но теперь немного подробнее. Рекьявик производит впечатление, ну, элитного поселка, что ли. Городом это назвать сложно. Но все кругом такое модерновое и стильное, что и селом тоже не обзовешь. Из-за пара, который бесконечно поднимался из горячих источников, это поселение назвали Дымная бухта. Именно так переводится Рекьявик. Этот пар производил сильное впечатление на тех, кто сюда пребывал впервые. Честно говоря, на меня тоже. А это одна из основных достопримечательностей города. Церковь Хадель... Ха... Хадель... Все, короче, вот церковь вот с этим названием на экране. Хадель... Все, ладно, забыли. Это самое высокое здание в городе. Начали его строить сразу после Второй мировой. А закончили аж через 40 лет. Главной идеей проекта было гармоничное слияние фасада с природой. Поэтому вдохновение архитектор искал именно в ней. Не так уж и сложно, наверное, быть самой высокой точкой Рекьявика. Думаю, я в прыжке тоже вошел бы в какую-нибудь сотню самых высоких точек города. Но все же, отсюда мы точно увидим весь Рекьявик. А, вот так вот. Ну вот так вот выглядит, видите, это смотровая площадка. Изнутри. Как-то не по-исландски. Такие ржавые балки, которые надо мной. Не помешал бы здесь небольшой косметический ремонт. Наверное, самое классное здесь, это, безусловно, вид на вот эти горы, которые находятся на горизонте. Еще эти тучи такие тяжелые, дождливые над этими горами, придают еще большую кинематографичность это месту. Прям вот хочется сорваться и уже ехать туда, в природу, в настоящую Исландию. Сверху город можно легко назвать рыбацкой деревней. Но после знакомства с Рекьявиком становится понятно, что эта деревня будет продвинуть и многих мегаполисов. Пойдемте покажу поближе. Ну что, сладусики мои, я вам показал собор, показал смотровую площадку. Я вам даже показываю сейчас свои ноздри. Поэтому вам решать, подниматься на смотровую или не подниматься. Но если вы хотите услышать свое мнение, хотите, а? Ладно, говорю, поднимайтесь. Во-первых, вы посмотрите на Рекьявик самой высшей его точки. А во-вторых, мне будет приятно, что не только я заплатил 10 баксов за эту смотровую площадку. Всех обнял, поцеловал от души в душу. Ну что, ставьте 5 баксов, собьет меня тачка или нет? Собьет меня или нет? Я мужик, я не сверну. Я не сверну, я мужик. Я мужик, но не дебил. Блин, или была такая шутка уже у кого-то? Ну, 100% у Птушкина, наверное, было. Исландцы известны тем, что государственные вопросы иногда решают в Фейсбуке. А мэром столицы еще 9 лет назад выбрали комедийного актера, который в предвыборной кампании обещал ни в коем случае не выполнять ничего из обещанного. То есть люди здесь не такие серьезные, что ли? Вот это, например, офис премьер-министра. Наша рубрика «Разрушители мифов» – это никакой не Кабмин. Я вам это докажу. Где их шестые? Где Майбахи? Где Лексусы бронированные? Где все это? Где С-класса Мерседес? Где охрана эта здоровая, которая портфели выносит? Где шлагбаум? Где вот эти вот крики? Эй, ты кто-то такой, дерьми, туда не снимай. Почему меня еще не повязали? Почему моему оператору не выстрелили до сих пор в колено? Где развод? Электрокары, велосипеды? Фу, залахов нас держит. Что же мне, Кабинет Министров? Я зашел и вышел спокойно. Меня не застрелили. Где заборы этих трехметровых? Где колючая проволока? У них капуста даже от центрального входа растет. Просто настоящая капуста. Не, не капуста. Хотя ладно, все равно лучше, чем хот-дог за 20 баксов. Я тоже хочу ощущение такого уровня безопасности, но живу не в Исландии. Поэтому, пока я собирался в путешествие, мне нужно было решить, кому я могу доверить охрану моего дома. Выбор стоял между охранной системой под кодовым именем Буфа и компанией Аякс. Перед принятием столь важного решения я провел тщательное сравнение систем. Простая установка за 30 минут. Можно ставить после ремонта и в любом арендуемом жилье. Сидеть, лежать, фас! Удобное управление. Все в фирменном приложении Аякс. Время работы системы Аякс 24 на 7. Датчики работают от предустановленных батарей до 7 лет. Скорость реакции Аякс мгновенная. Система моментально присылает уведомления в приложение и на охранный пульт. А датчик MotionCam присылает анимированное фото с места тревоги. В итоге охрану дома я доверю все-таки системе Аякс. Кстати, датчики Pets Friendly не реагируют на домашних животных до 20 килограммов и 50 сантиметров. Аякс — защита от ограблений, пожара и потопа. Аякс, кстати, продается в более чем 100 странах, в том числе и в Исландии. Ссылка на 10-процентную скидку где? Правильно, в описании. Ну а прямо сейчас я гуляю по главной улице Рикьявика, по главной туристической улице, по главной Вене на руке Рикьявика. Называется эта улица... Как называется улица, Никит? Ладно, короче, вы прочитаете название этой улицы внизу. Вот, вот надпись. Здесь гуляют все туристы. Здесь рестораны, бары, магазинчики, кафешки, сувенирчики можно приобрести, огромное количество туристов. Вот сейчас она выглядит вот так, а вечером это совершенно другое зрелище. Вечером эта улица выглядит вот так. Как видите, ни хрена не поменялось, поэтому давайте по этой улице гулять днем. Как бы там ни было, даже одинокие волки-исланцы стремятся в большие города. А так как он тут один, Рикьявик, то городу приходится стремительно расти. Он активно строится, жилье дорожает. За квартиру, например, на 60 квадратных метров в столице, ближе к центру, сейчас придется выложить около 200 тысяч евро. Но страна все равно остается маленькой, где-то даже провинциальной. Амбициозные молодежи становится здесь тесно. Поэтому молодые люди стремятся получить образование за рубежом. И там же, по возможности, оставаться жить. Я уже переехал вообще-то. Сюда вернулся на выходные, а живу я в Британии. Почему решили переехать? Слушай, я хотел изучать музыку. Исландия замечательная страна, но она такая маленькая, что если ты хочешь получить лучшее образование в узкой специальности, то тебе придется уехать. Здесь есть университеты, они неплохие, но просто не самые лучшие в мире. А я хотел расти и развиваться. Но все же это не глобальная тенденция. Хватает и тех, кто за Исландию мать продаст. Да, я останусь в стране. Это точно. Почему так точно? Слушай, это лучшая страна. Прям лучше. Да-да-да, почему? Почему? Ну, во-первых, солнце. Первый раз за две недели, правда. Первый раз за две недели светит солнце, и ты хочешь жить здесь? Почему нет? Это самая красивая страна в мире. Окей, ладно. Какие еще аргументы? Значит, красота. Да, тут удобно жить. Немного дороговато, но и зарплаты нормалек. А сколько вот реально нужно зарабатывать, чтобы нормально тут жить? Ну, где-то миллион, чтобы снимать дом, квартиру, вкусно есть, путешествовать. Плюс-минус. One million crohn's. Плюс-минус. Более того, хватает и тех, кто находит Исландию намного более привлекательной для жизни, чем родные края. Итак, Сандра из Риги. Живешь здесь. Да. Как давно? Полгода. Почему? Переехала сюда. Я не знаю. Просто один раз приехала, мне очень понравилось. И все, и я здесь. Ну, можно каждые выходные куда-то ездить. И как, хватает бабла ездить каждые выходные? Вот бабла хватает. А то есть, ты мажорка, да? Нет, ну... Папка зарабатывает там в Риге, пашет, как конь. Ааа, Сандра сюда, значит, папа! А вы знаете зарплаты в Риге? Не знаю. Не хватает? Нет. Поэтому ты живешь в Исландии, бедолажка, и каждые выходные куда-то ездишь. От того, что не хватает. Да. Работаешь тут? Тут работаю. Кем? В магазине со свитерами. Сколько ты зарабатываешь? Ну... Да ладно, ну что, ну скажешь, ну сколько? Ну косарь, два, три... Больше, чем в Риге. Больше, чем в Риге. Ну сколько? Ну сколько? Ну скажи, вот я зарабатываю здесь пять тысяч. Ну нет. А, ты боишься, что увидят родители, перестанут пересылать тебе деньги? Нет. Но тебе хватает? Да. В несколько раз больше, чем в Риге? Да. Прям в несколько раз больше, чем в Риге. И поэтому ты тут живешь, а снимаешь квартиру? Да. Очень хорошо, что ты собеседаешь, Александра, такой, прямо из тебя можно вытянуть все, что угодно. Сколько нужно здесь денег, как ты считаешь, в Исландии, чтобы хорошо себя чувствовать? Потому что мне кажется, что здесь очень дорого. Ну если приезжать как к туристу, то очень дорого. А когда здесь живешь, получаешь в Исландскую зарплату, уже не кажется, что так. Как вообще тебе работает? Сколько у тебя выходных в твоем магазине? Получается, почти полмесяца у меня свободный. Полмесяца я работаю. То есть там кто-то еще работает, да? То есть там такой график, как два, два, три. То есть одна неделя у меня. Вторая короткая, то есть только два дня работы. Ну а сейчас полезная информация для всех жлобов, таких как я, для всех нас, в общем, где можно очень дешево и сердито, ну опять-таки, по меркам Исландии поесть. Самые лучшие фишн чипс в городе. Вот оно, это место. Вот так вот выглядит фишн чипс, картошка фри и рыба. Суп. Такая подача, видите, интересная. Это традиционный исландский суп. Мясной, овощной. В общем, мне кажется, здесь есть все. На картинку, во всяком случае, так казалось. Смотри, какой кусок мяса. Мясной, просто. Вкусный. Наваристый, хороший супец, жирный. Еще этот суп очень классно спасает в холодную погоду, в дождливую, ну в принципе, в стандартную погоду для Исландии. Приходить сюда, заказывать вот этот суп. Вкусный, горяченький, достаточно долго держит тепло. Прийти, лупануть супца, плотно покушать, посидеть в тепле, пойти дальше гулять под дождем. Исландия очень тщательно следит за стандартами качества. Если вы не будете их соблюдать, то просто не сможете открыть свое дело. Отсюда вырастает количество денег, которое вам нужно инвестировать, чтобы открыть свой бизнес. Плюс, не забываем про высокие налоги. Где-то в сумме и формируются такие высокие цены в Исландии. А еще это место мне нравится тем, что здесь вот стоят такие корзинки на каждом столе, где насыпано огромное количество конфет. Сникерс, Марс, Банч. В общем, самые классные такие топовые конфетки. Их можно брать абсолютно бесплатно. Знаешь, лайфхак, заходишь, так, что тут у вас? О, я что, забыл, мне ж нельзя есть фиш, нельзя есть чипс. Я пошел, извините, очень приятно было с вами познакомиться, пока. Такая погода для Исландии. большая редкость. Такая погода для Исландии. Такая погода для Исландии. быть голым. Но вот потом, милый друг, плавки, будь добр, надень. Слушайте, это просто космос. Вот если бы меня телепортировали сюда и спросили, чувачок, а где ты находишься? Слово Исландия, наверное, было бы последним в моем списке. Но посмотрите, это Исландия. Все купаются, все в купальниках, в океане, дети бегают голышом. Просто космос. Даже если у вас нет с собой плавок и полотенца, то здесь их можно взять напрокат. Их отмачивают в хлорке и потом тщательно стирают. Чужой купальник телу может быть не очень приятно, но здесь точно безопасно. Да ладно, ладно, че вы, че вы, я в трусах. Все хорошо, расслабьтесь, я ж не дурачок совсем. Температура воды около 38 градусов, глубина бассейна чуть выше колена, в нем нужно сидеть, а не плавать. Но правда, дольше 20 минут находиться в нем довольно сложно. Общение, что сборище тюленей. Вот как только вышло солнце, все вот сидят. Я не понимаю, бассейн вот этот, он горячий, на улице жара. Почему не сидеть вот там, не купаться в море, а купаться здесь в таком горячем бассейне? Я этого, кстати, не понимаю. Такая погода для местного это почти уважительная причина уйти с работы пораньше. Уйти пораньше, чтобы посидеть водички с друзьями, неспешно поболтать, обвиняться новостями. Странно, но кукурузу и холодное пиво никто здесь не продает. Вот дикие люди эти исландцы. Такая ниша пустует. На самом деле очень прикольно. Собралась такая банда, банда тюленей. И все сидят в этом горячем бассейне, о чем-то разговаривают. Красивые девушки, всем, кому за 55. И я. И я сегодня в цветнике. Посещение бассейна летом бесплатно. Зимой 6 евро. За плавки или полотенце придется выложить около 5 евро. Рядом бесплатная сауна. Это мы с вами привыкли, что все общественное это обязательно ну такого себе качества или уровня чистоты. Но здесь это клише разбивается в пух и прах. Все чисто и красиво. Как часто вы бываете здесь? Примерно 3-4 раза за лето. А чаще погода не позволяет? Нет, нет. Просто у нас есть много других всяких развлечений. Мы любим эти источники, но сюда в бассейн приходим не так часто. Как мне объяснили местные, сначала ты идешь вон туда в ледяную воду, а потом уже откисаешь в бассейне. Я, конечно, немного не с того начал. Так, ладно, ребята, я мужик. Я прыгну в эту холодную воду. Мне надо загореть. на самом деле водичка очень классная. Вот я понимаю тех людей, которые сидят в горячем бассейне. Нырнули сюда, в горячий бассейн. Тепленько, прекрасно. зажарили, опять нырнули сюда. Ну и так далее, пока несколько нет давления, не приедет скорая, не заберет. Ну а там уже воля божья. Фух! Фух! Источник термальный. Никакого дополнительного подогрева здесь нет. Вся Исландия стоит на геотермальных источниках, которые и стали основным ресурсом тепла и электроэнергии для всего населения. И вот когда этот немаловажный вопрос был решен, исландцы окончательно расслабились. Классное место. Знаете, мне больше понравилось оно не из-за того, что здесь и теплые бассейны или холодная вода. Нет, а потому что здесь одно из немногих мест, где тусуются не только огромное количество туристов, но и местные. Поэтому лайк-лайк-лайкушечка. Лайк-лайк-лайкушечка. Погнали! Я с такой расслабленной, что могу на своем канале не тут кисти блог без трусов. Вы понимаете, я без трусов сейчас иду. Хэштег «шот-контент», хэштег «бедняков без трусов», хэштег «смотреть до конца». Если нет, забыли. «Смотреть до конца» — это плохо в данном случае. «Смотреть до финала». Исландия — один из активных участников китобойного промысла. И несмотря на мораторий, установленный Международной комиссией по промыслу китов, Исландия продолжает коммерческую добычу. Вот так миролюбивая Исландия не очень тактично наплевала на международные соглашения. Вероятно, именно поэтому экологи-анархисты в 1986 году под покровом ночи потопили пару исландских китобойных судов, нанеся таким образом компании ущерб на 2 миллиона долларов. Летом в Исландии практически нет ночи, а вот зимой практически нет солнца. Поэтому вечер начинается тогда, когда ты заходишь в бар. Там уже не так видно, что на улице до сих пор светло, и абсолютно не стыдно заказать бокальчик другой. Исландцы сначала откисали и подогревались целый день в горящих источниках, а сейчас они продолжают откисать и подогреваться в пабах. Исландцы любят прибухнуть. Вот правда, в барах, пабах, дома, на природе, везде. В аэропорту по прилету есть даже дьюти-фри, где все поголовно начали скупать алкоголь. И уже здесь я понял, почему. Пить дорого. Как и все остальное, правда, бокал пива в пабе вам будет стоить около 10 долларов. С другой стороны, по сравнению с Арабскими Эмиратами, это... Ну, это на порядок дешевле. Поэтому понеслась душа в рай. Друзья, это аплодисменты не нам с вами, это аплодисменты хорошей погоде. Ведь, как говорят исландцы, если хорошая погода, надо выпить. Если плохая погода, надо выпить. Прейк, прейк, пошел! Пошел, прейк, прейк, пошел! Да, красава! Красава! Фантастик, обрадца! Красава! Выхожу из бара. В баре уже никого нет. Пол первого. Вы спросите, как тусуют исландцы? А вот они! Играют в городки. Просто, повторяю, половина первого ночи. Ребята играют в городки вот здесь. Это было крутое первое знакомство с Исландией. Но пора двигаться дальше. Куда вы меня там посылали? Вы послали меня в Исландию в самый пик туристического сезона. Поэтому возникли проблемки. Все дома на колесах, во-первых, бронируются минимум за два дня. А во-вторых, ближайшая свободная дата через два месяца. Простите, когда вы говорите, я могу взять дом на колесах? Не раньше 9 сентября. Until the 9th of September. Ребята, до 9 сентября. Thank you very much. I hate you and I hate you. Вы счастливчик, у вас есть дом на колесах. И вы хотите. Хотел, но их больше нет. И за вас. Посмотрите, там наверняка должен быть еще один. Вот, по-горецки, счастливый человек у него есть. Такой дом на колесах. Кайзер. Тоже есть наверняка немец. Пил. Налди. Поэтому всех этих людей я уже презираю. Если вы хотите такой дом на колесах, о котором идет речь, то вам нужно заблаговременно бронировать. За два месяца, за месяц. Ну это, ладно, это мы переживем. Вопрос теперь, как мне выкручиваться с этой ситуации. И что делать? Мне нужно немножко времени. Местная компания использует все ресурсы, чтобы справиться с таким потоком туристов. Благодаря исландским умельцам я открыл для себя новый вид транспорта жилья – кампервэн. Я рад, что все разрешилось, появилась машина. Пускай это не тот дом на колесах, о котором мы мечтали изначально, но все равно это не обычный микроавтобус, не обычная газелька, есть спальные места, поэтому я доволен. Получилось то, что получилось. Все, что не делается, все к лучшему. Ребята, я отправляюсь, ну как я, мы, вечно забываю про этих двух гавриков, которые со мной, мы отправляемся в путешествие. И-ха! Большинство туристов, приезжая в Исландию, берут машины и отправляются по так называемому «золотому кольцу». Пара водопадов, гейзер, вулканчик и все, домой. Но что-то мне подсказывает, что вы пошлете меня куда подальше. Конечно, не очень привычно за рулем такой машины, все-таки большая, не знаю, какие габариты. Но вот это ощущение чего-то нового, красоты и путешествия, непосредственно приключения, они перевешивают весь этот страх управления этим автомобилем. Ребята, все будет прекрасно! Тем более машина застрахована. Особо впечатлительных, но я имею в виду тех, которые там дальше Египта и Турции никуда не выезжали, вдруг приехали в Исландию, вы их сможете потерять через 100 метров после реки Авика, перестану дышать, боже, 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 как раз! Успокойтесь, выдохните, соберитесь, дальше лучше и красивее. Верьте. Исландия прекрасна тем, что раскрывается она, как только ты выезжаешь из аэропорта. Кругом сразу же типичные пейзажи, за которыми все мы сюда и едем. Да, есть точки, которые обязательно нужно посетить, но поверьте, между ними можно кайфовать не меньше. И по дороге встречается еще очень много термальных источников, вот этих гейзеров, поэтому очень часто появляется запах серы в машине. И забавно то, что так и хочется посмотреть на своих ребят, которые едут с тобой в машине и спросить, ну? А че ж ты, Андрюшка, по Исландии пешком ходишь? Ты ж на машинке ездил, спросите вы меня. А кадр, потому что хороший мне так оператор сказал, выйди, лошадки, контровой, и я в травичке стану, тебя сниму. Поэтому пешком. Пока вы определялись тем, куда меня послать по Исландии, я уже доехал до первой точки из любого путеводителя – кратерное озеро Керит. Мало того, что я сюда заезжать не собирался, думал, ладно, что, ну заскочу по пути, посмотрю на этот туристический аттракцион. Так еще и вход 400 крон, ну просто за что? 400, ну как? Вот оно, это озеро, видите, вот он кратер. Но сейчас зашло солнце за тучей, поэтому цвет воды не особо видно. Можно дождаться, пока выйдет солнце, и посмотреть на этот бирюзовый цвет. Этот вулкан – один из самых молодых. Ему всего 3000 лет. По вулканическим меркам он еще даже в вулканическую школу не пошел. Но уже входит в стандартное золотое кольцо по Исландии. И если это самое простенькое, что у них тут есть, то я боюсь представить, что нас ждет дальше, ребятки. По легенде, жил был один пастух. Каждое утро он выводил своих овец для того, чтобы они поели свежую траву. И вот как-то утром он отпустил своих овец, сам присел на траву, и в этот момент к нему прилетел голубь, который сообщил ему страшную весть. Его жена изменила ему с его другом. Пастух расстроился и начал плакать. Он плакал день, он плакал ночь, он плакал ровно 7 дней. И вот когда его родные спохватили, что его долго нет, они отправились его искать. Они нашли овец, но не нашли пастуха. Но на том месте образовалось это озеро. Это озеро появилось так же, как и эта нелепая легенда, которую я только что для вас выдумал. Хотите знать еще легенды? Ищите сборник легенд Андрея Беднякова за 2019 год. Удачи! Вы наверняка видели вот такие домики с травяной крышей. Если сейчас это элемент декора, то раньше это была необходимость. С древесиной на острове было туговато, поэтому строить жилище целиком из дерева было роскошью. Стены — это были вырытая в склоне яма, а вот крышу уже можно выстелить деревом и накрыть землей для сохранения тепла. Решили сделать привал с ребятками. Мы вот проезжали очень много мест здесь в Исландии, где стоят деревянные столики с лавочками. Присел, покушал, отдохнул и поехал дальше. А ведь на свежем воздухе самая вкусная еда, вкуснее, чем в ресторане. Это я еще помню, когда у бабушки на огороде садишься, кушаешь помидорчики. Сейчас я Никите объясню, что такое огород. Никита, ты городской. Огород — это, значит, где много земли, и там растет картошка, огурцы. Как рынок, типа, да? Да, да. Главные туристические точки страны, как правило, созданы природой. Исландцам оставалось только сделать рядом парковки. Первое место, куда вы меня послали — водопад с вот этим вот названием. Кстати, Исландия, у меня есть предложение, мне кажется, оно дельное. Все ваши названия, ну, просто нереально запомнить и выговорить. Вы знаете, как называется это место? Вы знаете, как называется это место? Спел it. Я не знаю. Нет. Ты? Нет. Нет, я знаю. Это холл. Я не знаю. Спасибо. Это? Да. Это? Да. Я не могу назвать. Э-э-э-э, абсолютно, да. Я не могу назвать. Hello, ребята! Скажите, вы знаете, как называется это место? Да, да, да. Общительные ребята. Вы знаете, как называется это место? Да. Эль-Яланфас. Еще раз. Эль-Яланфас. Эль-Яланфас. Он чемпион. Спасибо. Так что, Исландия, бери пример с китайцев. Возьми псевдонимы. Назови свои водопады и вулканы как-то вроде, там, Джеки Чан, Брюс Ли или Джетли. Ну, удобно же, смотри. Первое место, куда вы меня послали – водопад Джеки Чан. Ха, легко. Крутяк. Он очень крутой, друзья. Это действительно один из самых знаковых водопадов Исландии. Он есть на многих открытках. Круто. И мой вам совет. Вот приезжайте к нему либо рано-рано утром, либо к вечеру. Потому что в обед очень много туристов. Полно. Сейчас их в разы меньше. Ах, класс. Это, пожалуй, самое главное достоинство этого водопада. Потому что ты можешь зайти за него, вот такое ущелье, и посмотреть на эти кубометры воды, которые ляпают вот так вот со скалы вниз. Очень классно. Буду с вами откровенен. Это просто водопад. У него нет никакой эпичной истории или очередной романтичной легенды. Но здесь и не хочется слушать гида или листать Википедию. Здесь нужно наблюдать. Помимо дождевиков, ребятки, обувайте хорошую, практичную обувь. Во-первых, очень много камней. Во-вторых, вот эти вот брызги, которые исходят от водопада, делают камни очень мокрыми, скользкими. И можно упасть, сломать ногу, получить открытый перелом, пролежать 12 дней в больнице Исландии. Это очень дорого. Я вас предупреждал. Скажу честно вам, вот даже если бы вы меня сюда не послали, я бы все равно обязательно сюда приехал. Место настолько мощное, что первый наш ночлег в этой палатке на колесах было решено провести у его подножья. Помните, как Андрей Миронов в бриллиантовой руке, сейчас старшее поколение меня понимает, говорил фразу, прямо сейчас легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты. Так вот, сейчас легким движением руки наш автомобиль превратится в элегантный, в звездочный отель. Ну, хотя бы или в трехзвездочный. Чувствую себя пацаном в детстве, когда халабуды делали. То же самое, только не на дереве, а прямо в машине. Плюс еще здесь вы можете принять душ, помимо того, чтобы переночевать. Вот здесь вот такая вот кабинка, вот куда вы заходите. Есть вот такая, видите, машина, куда нужно бросать 300 крон. Обязательно монеты должны быть по 100 крон. Три монеты по 100 крон, и ровно три минуты потом идет для вас горячая вода. Ну, условия, мягко скажем, не очень, но с другой стороны, вы же отдыхаете дикарями. Вы же путешественники и туристы. Ну и заглохнуть тут тоже не хочется. Бензина осталось. Вот так. Я чуть не сдох, вот правда. Тут просто стоишь, и вот по кусочку падает с этого ледника. Вот это вот Исландия. Здесь нет ни одного туриста. Такая космическая красота. Только одинокие овцы. И баран, который стоит посреди дороги с камерой и сам себя снимает. Там же находится в нашей комнате. Продолжение следует... Продолжение следует...